Любители электронной музыки всего мира познакомились на этой неделе с хантыйской культурой. Основатель группы Deep Forest, легендарный композитор Эрик Муке и итальянская оперная певица Мария Матвеева презентовали новый трек «Двое». Это песня о любви Марии Кузьминичны Волдиной и ее мужа Владимира Семеновича. Такое необычное творческое сотрудничество появилось благодаря Марии Матвеевой. Она несколько лет училась в ханты-мансийском филиале Академии Гнесиных. Впрочем, о том, как за одной работой объединились французский композитор, югорская сказительница и итальянская певица, расскажет сама же Мария Матвеева. Она дала эксклюзивное интервью нашей программе. Анна Шуркевич выходит на связь с Италией. Здравствуйте, Мария. Очень рада вас видеть в нашей студии, хоть и в таком необычном формате. Здравствуйте. Я тоже очень рада вас видеть. На днях вы выложили в интернет клип на песню «Двое». Эту работу вы делали совместно с основателем группы Deep Forest Эриком Муке. Как вообще сложилась такая команда? Да, вы знаете, вообще сотрудничество с этой группой была моя давняя мечта. У меня она казалась когда-то вообще нереальной. Я являюсь их настоящим фанатом. Всегда с огромным интересом следила за их творчеством с момента появления их первого альбома. Сама я классическая оперная певица и пела в различных оперных театрах. Занималась также камерной музыкой. Вот. И, ну, так сложилось. Случай с Виона, с Эриком мы встретились во Франции и решили сотрудничать. Так интересно, потому что, знаете, это смешение совершенно разных стилей. То есть встречаются два музыканта совершенно из двух разных опер. И мы решили вот это несовместимое совместить. А еще кроме вас в этом клипе поет и наша югорская сказительница Мария Волдина, так ведь? Да, с Марией Волдиной я познакомилась давно в Ханты-Мансийске. А случилось это потому, что я определенный период моей жизни проживала в этом прекрасном городе. Я училась там в филиале Академии имени Гнесиных. Мы очень много прекрасных моментов. У нас было интересно, их был Дух огня, биатлон. Мы знакомились с различными интересными персонажами, которые приезжали в Югру. Насыщенный период моей жизни. И вот однажды по телевидению я увидела такую необычную, харизматичную, мистическую женщину. Боже, как бы я хотела сделать совместный какой-то проект с этой женщиной. Ну, это осталось вот на уровне каких-то фантазий. И вот в момент встречи с Эриком, на момент встречи с Эриком, когда мы решали, с чего начать, какая будет первая песня, какой будет сюжет. Он мне сказал, Мария, нам нужен какой-то интересный персонаж, такой этнический, надо найти. И вдруг меня так осенило, я думаю, искать совершенно не надо, потому что есть Мария Волдина. Это просто какой-то, знаете, такой был флэш. Но на самом деле я не знала, живая она или нет, потому что прошло очень много лет. Я попыталась её найти успешно, я назвонилась на неё, я ей предложила принять участие в таком необычном проекте, смелом. Она согласилась и прислала мне огромное количество своего материала музыкального, потрясающее. Я, естественно, переслала этот материал музыкальный Эрику. И он выбрал одну песню, поскольку пение было на хантыйском языке, естественно, непонятно было, о чём она пела. Но вот чисто интуитивно он выбрал именно песню, которая называлась «Мы с тобой», это песня о любви. Владимир Семёнович Волдин, её муж, который встретил Марию Кузьминичну, молодую, влюбился в неё. И вот как в знак своей любви посвятил ей этот стих. От этой песни, от этой песни «Мы с тобой» мы отталкивались. То есть эта песня явилась для нас вдохновением. Получается, что Эрик написал музыку, я потом уже написала слова. Тематика, естественно, осталась та же. Песню я назвала в английском варианте «Ту», а в русском «Двое». А как долго получилась работа над этим клипом? Вы ведь и в хантах снимали часть. Видеоклип мы начали снимать ещё во Франции. Дома у Эрика Муке, в его знаменитой студии «Дип Форест», во время записи этой песни прошлой осенью. Нам не хватало сибирской части с Марией Кузьмичной Волдиной. И вот здесь у нас немножко пошла задержка, потому что в прошлом году зима, она оказалась жутко холодной. Я знаю, что в Ханты-Мансийске температура достигала минус 50 градусов. И оператор, который должен был везти Марию Волдину в лес, снимать с бобном, со всеми этими действиями, они никак не могли выйти, потому что было жутко холодно. Поэтому они снимались, по-моему, в апреле. А есть желание вообще продолжить такую работу, может быть, снять серию подобных клипов с сибирским колоритом? Конечно, есть огромное желание, есть энергия, сила и конкретные идеи, очень интересные. Хотелось бы познакомить мир с нашей культурой, с нашими традициями, создать какой-то совершенно неповторимый, уникальный проект. И самое главное, с разными интересными артистами. Все это есть. А сейчас в Италии вы скучаете по Ханты-Мансийску, по Сибири? Вы знаете, я очень с любовью, с трепетом отношусь к этому месту. Он занимает особое место в моем сердце. И, конечно, я счастлива, что мне выдалась такая возможность снова встретиться в таком творческом проекте с Марией Кузьмичной Волдиной, которая меня связывает с Россией, с этим местом. Она, понимаете, занимает какое-то особое место. Это вот именно то, во что я вложила, могу не побоясь этого слова сказать, частицу своей души и своего сердца. И я скучаю по Ханты-Мансийску. Мне бы очень хотелось приехать туда с концертом. И, конечно, по Сибири, потому что я истинная сибирячка и горжусь этим. Спасибо вам за это интервью. Спасибо вам. Для меня это была большая честь пообщаться с вами, рассказать об этом проекте. Итак, вашему вниманию представляю фрагмент клипа на песню «Двое». Исполнение оперной певицы Марии Матвеевой, композитора Эрика Муке и югорской сказительницы Марии Волдиной. Исполнение оперной певицы Марии Матвеевой Матвеевой Матвеев Волдина Матвеев Волдина 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 Субтитры создавал DimaTorzok